Общение участников началось еще до официального открытия форума. Для гостей была подготовлена историко-документальная выставка «СССР. Союз научных и технических достижений». На стендах представлены архивные документы, которые отражают развитие различных отраслей экономики в советское время. Разделана колоссальная работа, и для нас первое очередное было представить не весь объем, а было характерно для нас сделать так, чтобы были представлены, скажем так, те исследования, те проектные достижения, какие были также в республиках, то есть не только на территории РСФСР. То есть нам было важно показать то, что связывало республики в единое государство. Форум «Память о прошлом» проходит в 11-й раз. Площадкой для его проведения стал российский государственный архив в городе Самара. «Необходимость их проведения диктовалась обязательным установлением связей историков и архивистов, потому что без документов нет истории, без истории не может быть без документов. И тесно сотрудничая с научной общественностью, являясь центральным российским, а ранее союзным, архивом научно-технической документации, мы тогда и выступили с инициативой проведения этих форумов». В 2022 году форум посвящен важной дате в истории нашего Отечества, столетию образования СССР. По своему участию заявили более 70 ученых из 10 регионов России и Республики Казахстан, которые будут обсуждать тему сохранения и популяризации научно-технической документации как свидетельство достижений науки и техники советского периода. «Еще несколько лет тому назад, до начала всех этих событий, я начал исследовать проблемы мобилизационной подготовки экономики СССР в Великой Отечественной войне, как экономику готовили к переходу к работе в условиях военного времени. И вот сейчас я уже подготовил эту тему, и монографию публиковал, и доклад подготовил, но внезапно эта тема стала весьма актуальной, очень злободневной, как-то вот так совпало, именно на эту тему сейчас буду делать доклад». Традиционно в форуме будут участвовать не только ученые. Для студентов профессора и кандидаты наук подготовили лекции, а для школьников пройдет открытый урок. Продлится в таком формате общение 4 дня. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События. Продолжение следует...